Архитектура прошлого скрывает множество загадок. В самых гениальных постройках человечества можно обнаружить таинственные символы, оставленные масонами. Одним из таких сооружений является подземная башня в Синтри. Кто возвел колодец со столь сложной структурой? Какие знаки масоны оставили там, и что они значат? Подземная башня – это часть дворцового имения Регалеера, расположенного в 28 километрах от Лиссабона. Он находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на то, что португальский комплекс сооружений назван в честь баронесса Регалеера, своему внешнему виду он обязан другому человеку. В 1892 году территорию выкупил Карвалью Монтеера. Именно он превратил невзрачное имение в гениальный дворец. Антонио Аугуста Карвалья Монтеера поднял свое состояние на продаже кофе и драгоценностей, состоял в масонском ложе. Мужчина имел хорошее юридическое образование и богатую фантазию. По его замыслу также были созданы часы, Лерой 01. Кроме времени они показывали, день, месяц, фазу луны, солнцестояние, температуру и многое другое. Интересный факт. Гробница Карвалью и замок в Синтри открываются одним ключом. Об этом позаботился Монтеера еще при жизни. Дворец построен в архитектурном стиле под названием Мануэлина. Это направление использовалось преимущественно в Португалии. Оно сочетает в себе готику, ренессанс и индийские мотивы. Колодец Иакова, место, которое убивает дайверов Кинта-да-Регалеера состоит из неоготического дворца, часовни, множества гротов, фонтанов и подземной башни, называемой масонским колодцем. Создание подземной башни было вдохновлено «божественной комедией» Данте. Она состоит из девяти уровней, символизирующих семь кругов ада, рай и чистилища. На дне масонского колодца изображена восьмиконечная звезда. Она похожа на компас и лотос, символы масонов. Каждый пролет насчитывает 15 ступеней. Выход на дне ведет на восток, к сети обширной пещеры и гротов. Масонский колодец окружен подземными источниками. Вода пробивается сквозь стены. Стоя в центре сооружения в темноте можно принять капли воды, падающие на плечи, за чьи-то прикосновения. Башня света Джона Леннона на острове видей традиции и обряды масонов плохо изучены. Историкам мало известно о ритуале посвящения в Синтри. Предполагается, что послушник с завязанными глазами спускался по спиральной лестнице. Проходя равное количество ступенек, входил в состояние транса и проживал путь Данте. Преодолевая ад, чистилище и рай, человек внутренне перерождался. Благодаря попаданию солнечных лучей, низ колодца хорошо освещен. Таким образом, обряд посвящения метафорично заканчивается выходом из тьмы к свету. Имение Реголейра поражает разнообразием архитектуры, количество природных памятников и эзотерическими знаками, встречающимися на каждом шагу. Чтобы почувствовать себя масоном, теперь достаточно посетить замок, построенный Карвалио Монтеиро и спуститься вниз по ступеням подземной башни Синтры, чувствуя очищение разума и прикасаясь к истории великих людей.